Всем море приветов, друзья и гости моего канала, Нептун здесь, и я продолжаю приходить Привет Шарлотте! Второй эпизод. Реквием по богам небесным. Так, день... Значит, был какой? 26-й примерно, да? То есть, по идее, 26-й день, конечно, мы не каждый день здесь проживаем, слава богу, но... Живем мы по игровому времени примерно... Ну, около месяца, наверное. Так. Так. В общем, по задаче нам опять... Мыться, пойти в школу, лечь спать и... В общем, вот так. Вещи, задачи. В школу пойти. Тра-па-ра-па-пам. Давай используем Омникуб. Так, быстрее. Согласен, Шарлотте. Погнали. Что меня ждет в школе сегодня? Вообще, знаете, эта игра, этот второй эпизод крайне отличается от того, что было в первом эпизоде. В первом мы в основном путешествовали по мирам, и дома бывали только в начале игры и в финале, и все. А здесь концепция немножко изменилась. То есть, мы каждый день дома, и каждый день мы ходим в школу, и всегда в надежде, что в школе что-то произойдет. Что-то необычное, да? Что-то вот... Ну, в общем, симулятор реального хождения в школу. Наверное, когда ты учишься в школе, и к тому же, когда ты новичок там, то каждый поход в школу действительно это большое волнующее событие жизни. Это как каждодневное мини-путешествие, да? Так, ладно. Что, нам типа в класс идти или нет? Анри сегодня нет. Надеюсь, ничего не случилось? Давайте начинать урок. Сегодня у нас урок рисования. О, рисовать мне нравится. А почему они... Вот я не могу понять, почему они говорят задом наперед? Ну, по крайней мере, учитель. А у тебя это нормально? Где логика? Окей, ладно. Пофигу, это мелочи. Можно рисовать цветы, пейзажи, политических лидеров. Нельзя рисовать, что хочешь. Хе-хе-хе. Всем ясно. Класс кивает. Так, кого бы нарисовать? Ммм. Ммм. А что-то еще? Что можно? Я рисую здоровенного личин кота. Подожди. Сейчас меня убьют? Нет, нет. Главное, чтобы меня не убили. Фух, не убили. Просто он говорит, что запрещено рисовать... Что-то, кроме... Того, что он уже назвал. Пора кушать. Почему бы нам не пообедать на крыше сегодня? А потом можно заглянуть к личинкам кошкам. Новая задача купить еды. Погнали. Покупать еду. Еда это хорошо. Еда это вкусно. Еда это полезно порой. А может быть и не всегда, но... Хе-хе-хе. Ну, в общем, вы поняли. Так. Полезная еда. Я покупаю немного яблок. Они вполне недорогие. Так, пойти на крышу. Вредная еда мне пока не нужна. Так, погнали на крышу. Там меня, видимо, ждет подружка. Ну, по крайней мере, надеюсь. Погоди, а в раздевалке что-нибудь есть? А, нет. В раздевалку пока попасть не могу. Почему-то. То есть, это, видимо, очень... Очень сюжетный момент. Очень сюжетный... Ну, помещение сюжетное. Что туда меня так просто не пускают. Без заведомой на то причины, да? Так, крыша это здесь вроде бы. Так, а на крыше-то Анри и нет вовсе. Тут Си. Си? Юноша оборачивается все его лицо в бинтах и пластырях. Не может быть. Тебя опять избили. Ну, как видишь. Ведь отказал я в просьбе вынести мусор во время уборки в классе. То есть, его избили просто за то, что он... Не захотел выносить мусор? Это несправедливо. Почему они тебя задирают? Пожалуй, это все потому, что они разочарованы во мне. Они обижены. Яростны. Ведь я бог-мизофоб. Застрявший в человеческом теле. Как могут они поклоняться мне, если я так же беспомощен, как и они сами? И все же. Помни, не останусь я в этом сосуде надолго. Ведь я все еще в поисках способа избавиться от него. Однако это практически невозможно в доме, не говоря уже про школьную территорию. Но кажется мне, что наконец-то я нашел выход. Кто знает, возможно, я вернусь в свое царство раньше, чем кто-либо мог подумать. Значит, ты скоро уходишь? Все однажды уходят. К слову, не хочешь присоединиться ко мне за обедом? С радостью. Мы садимся на скамейку. Я рассказываю си об оракуле внутри меня, о кукловодах, наблюдателях, о пифиях и палачах. Я рассказываю ему обо всем. Он не перебивает и не смеется надо мной. В ответ, си делятся воспоминаниями о прошлых своих воплощениях в других мирах. Знаешь, я кое-что вспомнил сегодня. Это воспоминания о другом сосуде, что было у меня однажды. Это было тогда, когда часть человечества вознеслась и была благословенна дарами. Одаренные построили город в небесах, его назвали Эфиром. Он был белоснежно-белым, и те, кто жили в нем, были беловласами. Мой дар вызывал апоптос клеток, а потому все, к чему бы я не прикасался, увидала в тот же момент. Апоптос? Я что-то такой фишки даже не знал. Апоптос клеток. Так погибла моя мать. Она счастливо взяла меня на руки еще младенцем. Это и было ее смертельной ошибкой. Те, у кого были дары, столь опасные, как мой, содержались в изоляции. Поэтому единственным, с кем я общался, был виртуальный родитель и другие гаджеты. Я боялся дотрагиваться до живых существ. Все закрывают глаза, будто пытаясь вспомнить что-то еще. А к несчастью, больше в памяти ничего не всплывает. Наверное, тебе было одиноко? Одиночество это человеческая эмоция. Для бога это бесценный опыт. Вот как. Итак, я собираюсь продолжить свои поиски. Увидимся позже. То есть, раньше все, к чему он прикасался, увидало и умирало. Да, вот почему, видимо, оттуда у него и пошла. Это, ну, неприязнь к прикосновениям. Даже, скорее всего, это не то чтобы неприязнь. Это какая-то вот потаенная тревога или боязнь. Покормим-ка личин котов, Сет. Они наверняка ждут. Но задача заглянуть к личин котам. Погнали. Они, как правило, в саду всегда обитают. Их там много. Причем они дикие. Так. Первый этаж. Думаю, что самое время сделать запись. Мало ли что. Очень часто здесь в этой игре можно ненароком умереть. Куда вы издеваетесь? А это кто? Такого чувака у меня не было. Так, ну-ка, подожди. Ну-ка, давайте-ка мы сделаем таблеточку. Так, а как он атакует? Учащийся студент пытается отдохнуть. Хорошая у него атака. Поговорить. Три очка соц. Таблетки батарейки потратил ему. Хорошо. Еще три очка потратил. Пытается отмахнуться от меня, что ли? Ну ты обнаглелся. Зачем от меня отмахиваться? Да я всего лишь тебе три очка соц. Батарейки потратил. Он пытается отмахнуться от меня, потому что я ему мешаю, видите ли. Так, ладно. Так, давайте еще таблетки выпьем. Так, четыре очка я восстановил. На полу в мучениях? Почему он плачет в мучениях? Что с ним не так? Есть, я его победил. Мальчик Зантум? Новый артик получил. Во-первых, давайте-ка мы Таблетки? Закушаем? Ну вот, раза три, думаю, хватит. И посмотрим, что это за арт. Мальчик Зантум. А, так это... Это Айден? Айден и я. Это девятый арт из-за тридцати одного арта всего. Довольно прикольно. Так, давайте наружу пойдем. Тут как-то я даже потемнело немножко. Эй, личинкоты! Личинкоты, где вы? Что-то на удивление очень мало личинкотов здесь сегодня. Вообще, обычно их тут полно. Ну, около выхода, по крайней мере, их там точно было много. Так это они? Что-то не так. Эй, вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! А чё с ними не-то? А почему? Они все мертвы. То есть... В них личинки. В личинкотах завелись личинки. Они гниют. Кто-то кладет руку мне на плечо. Я едва чувствую ее присутствие. Животным тут быть запрещено. Ты ведь знала об этом, правда? Так что ничто и никто не в ответе за то, что может с ними случиться. Я играла с этими личинкотами. Я их кормила. Я приручила их, Фрей. И все же я не смогла быть с ними, когда они нуждались во мне больше всего. Я... Ты ведь оракул, Фрей. Разве ты не можешь что-нибудь сделать? Я был оракулом, мисс Вайлштайр. Все, что сделало меня оракулом, исчезло. Особых сил у меня нет, да и воспоминания о прошлом тоже. Именно поэтому я больше не оракул. Ныне одна лишь ты придаешь мне облик и форму. Но даже это ужасно истощает меня. Если ты воспользуешься даже толикой моей энергии, все, что поддерживало в тебе жизнь, рухнет, прямо как в прошлый раз. А уж мертвых к жизни возвращать далеко не шутки шутить. Бедные личинка коты. Причем, а что с ними? Кто их убил? Их кто-то убил? Или какая-то неведомая сила их заставила умереть и гнить здесь? Пока ты меня отрицаешь, мы в один прекрасный день друг друга истощим и совсем исчезнем. Но если объединимся в единое целое, то обретем огромную силу. Но вопрос в том, готова ли ты отказаться от своего эго ради кого-то или таки умрешь личностью? Подумай об этом на досуге. Фрей подходит к груди маленьких тел и присаживается на корточке рядом с ними. Бедняжки. Давай устроим им достойные похороны, ладно? Но моя задача вернуться в класс. Я одного не могу понять. Раньше Фрей был всегда в моих снах. Я считал его частью себя, но при этом ну не физической частью. То есть он как бы не существует только лишь в моем воображении. По сути. Но вот здесь он ходит вполне себе реально и помогает в них хоронить. Это что? Это он реально здесь? В этом мире? Или все-таки он часть моего воображения? То есть воображаемый друг? Храню-то я их, видимо, сама лично. Ладно, пока это непонятно. Но думаю, что мы с этим разберемся в будущем. И где моя подружка? Меня напрягает, что ее долго нет. Прежде чем мы перейдем к уроку, я бы хотел сделать одно заявление. Как вам известно, животным запрещено находиться на школьной территории. И все же похоже, что некоторые из вас кормили их вопреки правилам. Но давайте пересчет добивайте бедного ребенка. Дабы не было дальнейших недопониманий, скажу прямо. Причина смерти кошек в саду стало пищевое отравление. Что? Видите ли, вредная еда крайне токсична для животных. Особенно та, что содержит ксилитол, который, к слову, чаще всего используется в продукции вредной еды Чарли. Шутку вы сделали это или нет, животных убивать таким образом крайне жестоко. Мне все равно, кто из вас это сделал, но уж будьте добры, избавьтесь от трупов в саду. Охрана вам не уборщики, так что возьмите ответственность сами. Не может быть. Не может быть. Так это я их убил. Я помню, что я начал кормить их вредной еду еще тогда, еще в той серии. Помните? Я вот заметил, что... А не вредно ли это будет для котов? Для личин котов? Ну, то есть вредная еда, они там не поумирают все. Я это говорил, кстати, в видео. И все-таки я был прав, я их убил этим. Вроде хотел как лучше покормить, а в итоге я их убил. Причем, эта смерть была крайне жестокой для них. Их смерть... Это моя вина? Нет, нет, нет. Все из-за того, что они были голодны. Все из-за того, что Андрей мне сказала так сделать. Все из-за того, что Сет решил их покормить. Все из-за того, что меня заставили. А-а-а... Мисс Вайлштайр? Вы в порядке? Я знала. Вайлштайр убил этих кошек. Кота-убийца. Кота-убийца. Нет, нет, нет. Все не так. Кота-убийца ты. Кота-убийца. Черт, они нашли изгоя в классе. Теперь это я. Я просто хотела помочь. Кота-убийца. 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 Простите меня. Простите меня. Простите. Шарлотт и Вайлштайр? Убийца котов. А-а-а... И блевать чернилами опять. Чернила хлынули бесконечным потоком, совсем не давая мне отдышаться. Я подавилась собственными словами. Все это моя вина. Я просыпаюсь опухший и заплаканный. Си склонился надо мной. Как ты себя чувствуешь? Бывало и лучше. Почему ты здесь, Си? Не помнишь? Я принес тебя сюда. Ох, из-за меня столько хлопот. Хотя я знала, что грязь он терпеть не может. Все хорошо. Как я и думал. Обратился весь класс против тебя по моей вине. Но не волнуйся. Я нашел выход. Пойдем же. Куда? Что происходит? Я нашел выход из дома. Доверься мне, все будет хорошо. Во внешнем мире не будет ни охраны, ни одноклассников, ни даже рутины. Больше никто не поднимет на тебя руку. Но что, если нам там не понравится? Мы ведь вернемся, правда? Да, конечно. Ну что ж, боюсь, что не можем мы больше терять времени. Пойдем же. Лифт опускается на подвальный этаж. Если активирован, он на первом. Это и есть этаж, что нам нужен. У нас не возникает затруднений. Не возникнет. Все двери передо мной открыты. Не потребешь охрану, ладно? Если найдут они нас, все будет кончено. Так. То есть мы сможем попасть в подвальное помещение? Так, я сохранюсь. А-а-а! А я просто хотел проверить. Он же говорил, что все двери для него открыты. А почему тогда я здесь умираю? Я же иду вместе с этим полубогом. Ну, богом в человеческой оболочке. Окей, ладно. Больше не буду трогать. Так, погнали. Это есть подвальный этаж? Но тут никого нет. Ты уверен, что тут можно гулять? Насчет этого не волнуйся. Давай поищем укрытие в окрестностях. Ух ты. Это типа улица, да? А почему я не мог покинуть дом или покинуть школу всегда? Ну, то есть, он так говорит, как будто это какое-то событие, покинуть школу. Я каждый день хожу. От школы домой и так далее. Какой-то знак есть. Разбитая дорога. Этот продавец выглядит на удивление нормальным. А если предложит живой еды? Ну, значит, многообещающе. Только вот кошелька у меня особо нет. Ага, то есть, это магазин? Ладно. А что здесь? Добро пожаловать! Что это? Жук какой-то? Ух, вижу я, что у вас не все в порядке. Я-то знаю. Как насчет того, чтобы я продал вам право женщин... Что? Право женщин с 10% скидкой? Права на гендерный... Идент... Идентитет в подарок? Или предпочтете свободу слова? Если сдадите права на жизнь, сможете купить кучу всего другого на заработанные очки. Пожалуй, мы пойдем. Покупать права женщин? Гендерное равенство? Да вы что, охренели там все, что ли? Так, тут заперто. Вот здесь дверь приоткрыта, кстати. Добро пожаловать! У нас есть все, что вам только нужно. Посмотрим-ка. Носки от прокрастинации. Протеиновый молочный коктейль от тревожности. Здорово, да? Или как насчет пластырей от панических атак? Что думаете? Может вам карточку клиента сразу сделаю? Простите, но денег у меня совсем нет. Тогда зачем вообще пришли? Глупые подростки. Мне не платят затрату времени на вас. Свалите отсюда, уж будьте добры. Какой-то неприветливый чувак. Не буду я к ним больше подходить. Так, тут не пройти. А тут поломано. Вон наверху еще два здания есть. Так. Что это? Что-то не так. Ну, тут на входе написано, что это религиозный магазин. Но, как ни посмотри, это ведь обычный универмаг. О, госпожа клиенточка. Неужели вы думали, что должно было быть по-другому? Религия нашего века, капитализм и церквями его стали банки. В любом случае, вам нужно что-нибудь? Да? Вам нужно что-нибудь, что вам не нужно? Что? Мне нужно что-нибудь, что мне не нужно? Это как вообще понимать? Ну, извините, я без налички. Не проблема. Денежный алтарь совсем неподалеку. Что, простите? Алтарь. Банковский автомат. Не говорите только, что о таком не слышали. А, вот как. Извините, и вправду ничего нам здесь не нужное. Спасибо за ваши услуги. Приходите еще. Буду молиться о вас в ближайшем банке. Я думал, он это в переносном смысле, типа банки стали церквями. Или монастырями. Ну, молиться в банке, это как-то, ну, чересчур круто. Это аптека? Нет, 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 нет. Ну, о чем же вы? Добро пожаловать в магазин знаний. Разве вы не знали? Информацию создают лишь для продажи. Неважно, правдива она или нет. Никому это уже не важно. Все голодны. Грязят лишь о том, чтобы откушать знаний. Старых, новых, тайных, забытых, использованных знаний. Все это в моих таблетках. Но вы несовершеннолетние, поэтому продать их я вам не могу. Как насчет жевательных таблеток с фильтрованными знаниями? Со вкусом апельсинки. Боюсь, что нам придется отказаться. Спасибо за ваше время. Какие-то очень, 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 очень странные здесь магазины, я вам скажу, друзья. Похоже, тут нам места нет. Давай посмотрим, что ждет нас впереди. А нас ждут какие-то непонятные лабиринты. Мнезапно я чувствую слабость в своих коленях. Закашлившись, я теряю равновесие. Оси приседает на колене рядом со мной. Ты в порядке? Нет, я просто кое-что вспомнила. Этот лабиринт напомнил мне об этом. Вот как? Должно быть это болезненное воспоминание. А встать можешь? Конечно, не обращай внимания. Так, а что за лабиринт? Я что-то не помню такого лабиринта. А что это за кубики, квадратики? Арт-лотерея. Одноразовые карточки внутри. Поиграть? Нет, нет, пока не надо. Давайте лучше сохранимся, мало ли что мы там вдруг еще умрем, не дай бог. Ну-ка поиграем. Найдена карточка ночные игры. О, прикольно. Так, ну-ка. Ночные игры. То есть, подожди, это Беннетт... Беннетт и Феликс и Шарлотта. Они во что-то играют активно, а Шарлотта уплетает чипсики. Хе-хе. Прикольно. Так, а что здесь? Карточки не мешай. Так. Плиз. Донт. Короче, не мешайте мне спать. Да, надпись. Прикольно. Пам-пара-па-пара-па-пам. Лабиринтик-то не маленький. Давайте пособираем еще карточки. Только лучше сохраняться почаще, мало ли. Там какую-нибудь смерть еще найду. Опять ночные игры? Я их уже активировал. Ну да. Почему это продублировалось? Не круто. Опять ночные игры, да вы издеваетесь? Не мешай опять. Да почему одно и то же? Кстати. Давно Сет при тебе. Но его приставили ко мне на мой 10-й день рождения. Вот как? Я подумал просто, что твой кукловод отличается от остальных. Почему же? Знаешь ли, насколько я помню, существует их 4 типа. Адам, Ева, Сет и Лилит. Адам самый мужественный и волевой. Ева, нежная хранительница очага. Сет, он же Сиф. Мудрейший из них. Лилит, строга и справедлива. Обычно смотрят за девами Лилит и Ева. Удивительно, что присматривает за тобой кукловод мужского пола. Ну, Сет вам многом особенный. И так действительно и есть. Я действительно особенный. Я же Нептунчик. Опять ночная игра, да вы издеваетесь? Что-то очень много одинаковых. Прям крайне много одинаковых карточек. Ой, я нечаянно нажал нет. А-а-а. Там, правда, один снизу я пропущу. Вот этот. Ну, на него плевать. Там опять какие-нибудь ночные игры будут, да? Или не мешай. Ну, вот они все. Тут два типа только. Только два типа карточек. Больше мне и не надо, видимо, да? Не хотят мне давать больше. Ночные игры, боже. Пять штук. А не мешай три. Ну, все. Там уже открывать их, наверное, нет. Никакого резона. Я их все уже видел. Так, выход из лабиринты. Так, это что? Это я вообще где? Что-то не могу понять. А что это за маленькие кубики? Думаю, это подношение душ. Кубы ведь содержат не только данные души, но и символизируют эго человеческое. Окей. А, это типа поднос, да? Какой-то типа чаши весов. И на них кубы. Ну и огромные же эти кубы. Есть в этом некое очарование. Можешь прочитать, что тут написано? Давай-ка посмотрим. Памятники анонимным лидерам, истинным правителям этого мира. Вот так. Окей, идем дальше. Похоже, и тут нам нет места. Так, а вот это вот уже мрачновато. Что это? Это то, что я думаю? Это... Это ямы, где куча тел мертвых. Видите, ноги, руки торчат. Что за мерзопакостное место? Все ненужные и необязательные, лишние и бесполезные. Все, кто ничего в жизни не добьется. Все похоронены здесь, в лесу дефективных. А, это лес дефективных? Ну это место, видимо, называется именно так. Запах настолько силен, что я закрываю лицо ладонью. И все делают то же самое. Заставляют задуматься, кем могли бы быть все эти люди. Наверняка они все те, кто в жизни не состоялся. И возможно среди них есть и жертвы суда. Но на судах никто не умирает. В каком-то смысле нет. А что ты имеешь в виду? Разве ты не слышала? Если куб твой отформатирует, опустошишься и ты. А останется лишь безличностная оболочка. Пустышка. Станешь ты не более чем немым сосудом своего кукловода. Продолжишь делать квесты, открывать коробочки, да бегать вокруг, пока не упадешь навзничь. Тут тебя и закопают. Как отходы общества. Оу. Он так сейчас только что рассказал, что прям мне встал не по себе, потому что ведь по сути мы это и делаем. Она просто подчиняется мне, то есть кукловоду. Ходит без дела туда-сюда и все. Вот реально. Неужели мы и тут однажды очутимся? Вот тут есть подход к дереву. На ветках дерева висят люди. Это место для самоубийств. Очень-очень крайне неприятное и жуткое место. Ну что, продолжим наш путь? Что-то не так? Я думала, внешний мир будет радушнее. Может быть, нам все же лучше вернуться обратно? Вернуться в то место, где нас снова втоптают в грязь? Если будем держаться вместе, все будет хорошо. Если спрячемся в тумане, все будет хорошо. Все будет хорошо, Си. Так что, давай вернемся. Си громко усмехнулся. И посмотрел на меня. Мир, что отражается в очах твоих, должно быть чудесное место. Должно быть это добрый, полный красок мир. Но это не тот мир, что вижу я. А для меня он лишь блеклое, мерзкое место. Даже воздух в нем отравлен. Поверь же мне, не принадлежим мы этим... порочным землям. Но куда же нам пойти? Разве не очевидно? Все указывают в небо. Я... я не понимаю. Я нашел верный способ вернуться в свой истинный облик. Си что-то достает. Это упаковка таблеток. Я взял их в медпункте. Принять нам придется много, но я убедился, что хватит на нас двоих. Э... Ты все еще не понимаешь? Прости, наверное, плохо подобрал слова. Как бы это сказать? Я... Си запинается на собственных словах. Они выходят скомканно, но улыбка все еще не сходит с его лица. Чувак, ты хочешь самоубийца, что ли? У меня такое подозрение, что он хочет самовыпилиться к херам из этого мира, используя таблетки. Типа... Каких-нибудь там снотворных, передоз, да, и все дела. Смерть... Когда ты засыпаешь, причем он хочет уйти из этого мира не один, а забрать еще меня с собой. Как, знаете... Как Ромео и Джульетта, да? Когда любовь... Но никто этой любви не понимает. Ну, блин, чувак, это... Дичь какая-то. Я хочу взять тебя с собой в мое небесное царство. Мы избавимся от наших земных тел и возвысимся над обитателями земными. Мы станем теми, кто очистит этот мир. Согласна ли ты, Шарлотта Вайлштайр? Я хочу, чтобы это было твоим решением и ничьим другим. Я не хочу ранить Си. Но разве я не оставлю так всех позади, если уйду с ним? Я представляю это себе, Сэд. Ведь ты всегда знаешь, как лучше? О, боже, нельзя так делать, друзья. Мне кто-то же говорил, Фрей, по-моему, да, или Человек с зонтом, я же не помню. Кто-то мне говорил о том, что пока этот чувак в этом мире или пока он со мной, то хорошей концовочки мне не видать. Боже. Так, нет, мне вообще не нравится, что он делает. Он какой-то странный. В нем какой-то подвох. Он хочет меня убить. Я понимаю, что он бог. И он, допустим, таблетки выпьет и станет богом. Но я-то вроде бы не совсем такая бессмертная чувиха. Шарлотта-то может умереть. Давайте пока отвергнем, потом, если что, можно переиграть. Я беру себе за руку. Что? Что? Я отвергнуть нажал? Что за бред? Ты согласна? Да? Пойдем же в твой небесный дом. Все отвечают мягко. Спасибо. Если честно, я не нашел храбрости уйти одному. Что за бред? Погоди. Нет, нет, не надо. Ну, подожди. Давайте переиграем этот момент с последнего сейва. Так. Переиграл. Вот четко нажимаю отвергнуть Си. Нажимаю. Чик. Когда я возьму его за руку, Си улыбнется так ярко, так ослепительно. Это будет искренней, мягкой улыбкой, полной благодарности. Его рука будет подрагивать в моей. Но все так же он будет тревожен, неуверен, напуган. Я сожму его ладонь сильнее, дабы заверить, что все хорошо. Страх – это человеческая эмоция, Си. Вскоре она исчезнет. Мы покинем свои земные оболочки и вознесемся к небесам. Мы станем богами. Вместе мы принесем порядок в этот мир. Все порочное, все, что нечестно, уничижающее, неприятно, будет очищено. Все грязные цвета очистятся. Мы станем белоснежными. Мы станем счастливыми. Я отвергаю его руку. А, ну все. Что-то, видимо, там не так нажал. Он смотрит на меня с непониманием. Ведь чувствую, как растет комок в горле. Ни слова не вымолвить. Я думал, ты поймешь. Си, прошу, послушай. Даже если ты боишься этого мира, даже если ты ненавидишь его, даже если он тебе отвратителен, я... Глубокий вздох. Я хочу, чтобы ты жил. Это был почти шепот. Но слова достигли его. Дыхание Си сбивается, колени его уже не держат. Это паническая атака. Я вижу, как он распадается на части прямо на моих глазах. В глазах моих сухость. Так не честно, Си. Это мне хочется сейчас плакать. Нам некуда пойти. Труп Бога смеется за моей спиной. Держите меня, Семеро. Это не могло быть еще драматичнее. Строишь из себя непонятно кого, а сама ты все говоришь во свое спасение. Так, кто не хочет погибнуть. Я закрываю уши. Это ты, мисс Вайлштайр? Вопреки самоистязанию, всем мечтам о самопожертвовании да прочему, ты все равно хочешь прожить свою жалкую жизнь до победного конца. Пожалуйста, хватит. Просто признай это. Ты боишься смерти. Там, глубоко внутри. Ты же не веришь в небесное царство над тобой, правда? Хуже того, ты не веришь, ждет ли тебя что-либо вообще после смерти. Вот умрешь, да окажешься в полном одиночестве в пустоте загробной жизни. Даже твой любимчик Сет не останется с тобой. Да и с какой стати? Если ему смертельно скучно, когда нет цели и заданий. Признай, даже твой кукловод с тобой только до тех пор, пока ему есть чем поразвлечься. Молчи, молчи, молчи. Но я лишь хочу, чтобы ты была честна с собой. Мы ведь оба знаем это, не так ли? Что все все лишь используют тебя. Молчи. Но какая разница? У тебя ведь есть я, мисс Вайлштар. Я буду с тобой даже в холодных объятиях смерти. Ничего не бойся. Дай ты уже этому мальчику умереть. Я бросаюсь вперед, сжимая горло Фрея, так сильно, как могу. Мы падаем. Я душу Фрея своими руками. Становится трудно дышать. Я просто хочу, чтобы ты прозрела. Смотри, разве не видишь, что этому мальчику не терпится исчезнуть? Он не хочет быть спасенным. Я сжимаю сильнее, мне больно. Он открылся тебе, а ты посмотри, что ты наделала. Нечестная тут лишь ты, мисс Вайлштайр. Я... Вот они, поймать их. Опа. Кто-то прибежал. А, это охранник школы, видимо, да? Что ж, не будете ли вы так добры объясниться? Я... Оставить дом было моей инициативой, сэр. Я заставил Шарлотту пойти со мной. Мисс Вайлштайр, это правда? Сивы, ожидающие, смотрит на меня. Это так. Тогда, мисс Ворд, Сворд, могу ли я поинтересоваться, почему вы нарушили школьные правила? Само собой. Я всего лишь хотел глоток свежего воздуха. Негоже богу этого мира вдыхать столь затхлый воздух каждый божий день. А мисс Вайлштайр не здоровилась, вот я и взял ее с собой, вопреки ее воле. Видите ли, с искренним сердцем верил я, что поможет ей прогулка на свежем воздухе. Вот оно как. Мисс Ворд Сворд, вам запрещается покидать свою комнату до судного дня. В наказание за ваше поведение вас лишат всех социальных очков, заработанных вами ранее. Что? Мисс Вайлштайр, будем ждать вас на уроках в обычные часы. Я забронирую вам время визита в лаборатории. Учитывая ситуацию, без медицинских тестов не обойтись. А потом мы проведем консультацию касательно ваших непристойных отношений с одноклассниками. После суда, конечно. А теперь возвращайтесь по своим комнатам. Как-то все прошло довольно-таки неприятненько. Не стоило тебе меня покрывать, Си. Я сказал лишь правду. И все же ты потерял все социальные очки. Суда теперь тебе точно не избежать. Говоря об этом, есть просьба, с которой я бы хотел к тебе обратиться. Какая же? Если возможно это, пожалуйста, не отдавай мне свой голос в судный день. Если жертва неизбежна, хотел бы я стать ей. Не говори так. Пожалуйста. Это все, чего я хочу. Не принадлежу я этому миру. В порядке вещей то, что он отвергает меня. Поэтому, прошу, не голосуй за меня. Это мой последний шанс оставить этот мир. Так и разошлись наши пути. В голове прозвенели слова человека за Антон. Не стоило ему помогать. Слова Фрея подхватили. Не хочет он быть спасенным. И все повторялось снова и снова. Недавняя просьба Си. Пожалуйста, не отдавай мне своего голоса. Вот так вот, друзья. Прихожая. Давайте, пожалуй, вернусь к себе в комнату. сегодня было очень много событий. Знаю, что уже поздно, но пока я не хочу спать. Давайте мы здесь, наверное, серию закончим. Целый день полностью сегодня вошел в это видео. Довольно неплохо, кстати. Мне понравилось вот этот выбор, конечно, принимать таблетки Си или нет, помните, да, вот. А что было бы, если бы я принял их? Это бы как-то повлияло на ход сюжета. Ну, потом мы в общем все равно уже после прихождения всего второго эпизода мы загрузим этот сейф и попробуем переиграть, посмотреть, что же там такого, окей? Я про это не забуду. А пока всем спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун и прихождение привет Шарлотте. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова